Азербайджан занял грамотную тактику. Вот внимательно слушайте, эта тактика зеркальная была такая. Азербайджан сказал, признаете нашу территориальную целостность? Мы признаем вашу. Вы не признаете нашу? Тогда и мы не признаем вашу. Вот мы пошли и занимаем высоту. У нас границы с вами же нету. Вы говорите, границы нет. Это ваше, мы говорим, это наше. И Азербайджан, видите, полномасштабно уже больше 10 главных высот на этой границе занял. Теперь они говорят, Азербайджан не 29,8 у них квадратных этих, а уже 29,6. 200 уже Азербайджан занял. Будете так себя вести, и 300 займем, и 400 займем. А докажите, что это ваше. Вы же не делаете делимитацию, демаркацию. А чтобы это сделать, нужно подписать мирный договор. А чтобы подписать мирный договор, вы должны сказать, что вы признаете нашу территориальную целостность. Вы должны сказать, что Карабах – это территория Азербайджана. Вот это все шло к этому. И жертвой на границах перестрелки. Теперь он это сказал. Он понял, что чем больше он будет это тянуть, тем больше у него будет потерь. Это политика кнута и пряника. Я к тому вам веду. Вот политика кнута и пряника и зеркальная политика того, вы признаете – мы признаем. Вы не признаете – мы не признаем. Вы говорите о том, что вы хотите свободно общаться. Население Армении хочет спокойно ехать в Карабах и обратно. Беспрепятственно. Вы говорите об этом. Мы говорим о том, что мы тоже хотим беспрепятствовать территорию Азербайджана через вашу территорию, через вот Зангизур, как это исторически местное, через Сюник, как хотите, называйте. То есть 44 там километра. Раньше была железная дорога в советское время. Она проходила оттуда прямой через Армению, Шлавна-Хичевань. Она сегодня не работает. Азербайджан говорит – постройте. И европейцы говорят – мы готовы заплатить. Азербайджан свою часть уже почти закончил. Восстановим это. Вы будете ездить к своим туда, в Армению. Спокойно езжайте. А мы сюда будем ездить, к своим туда. Они говорят – нет. Нет, тогда нет. Дорогие мои, вы это не делаете, тогда мы устанавливаем контрольно-пропускной пункт. Проходного двора не будет. И вы там можете поставить теперь контрольно-пропускной пост. Вы тоже можете сделать так, чтобы мы проходили через ваш контрольно-пропускной пост. То есть вы ставите пост, мы ставим пост. Вы убираете пост, мы убираем пост. Они говорят, а там в Зангизуре же нет азербайджанского населения. То есть там до войны, чтобы вы знали, до 1987 года, в советское время, более 200 тысяч азербайджанцев проживало. Более 200 тысяч. Исторически. Вот они в Карабахе живут. Вот так же азербайджанцы там жили. И совершенство говорили на армянском языке, на азербайджанском. Жили. В советское время, до революции. Они там всегда жили. В течение двух недель с актами вандализма. Их оттуда выставили. Как сами понимаете, они не под музыку же их оттуда отправляли. В обнимку-то. С актами вандализма. Вот когда эта вся заваруха началась, да, они из Баку, из Сунгаита, из Гянджи, оттуда они тоже уходили. А наши оттуда уходили. Ну, это был взаимный такой процесс. Но теперь они что говорят? Вас же там нету? Ага. Значит, вы хотите, чтобы мы сделали зеркально, да? Вы как будто бы там. А вы там есть, они говорят. А они в Карабахе есть. Вот эти 25-30 тысяч. Да хоть 100 тысяч. А, то есть вы там есть. Значит, мы можем сделать так, что вас выкурить оттуда. Они говорят, этнические чистки, геноциды. Этнические чистки, геноциды, это когда вас убивают. А мы вас выкурим оттуда. Без убийства, без ничего. Вот мы закрыли КПП. И мы теперь говорим, туда могут приехать из Армении только те, кто там живет. Кто там живет? Кто там не живет? Добровольно пока уходите. А кто там с оружием в руках? Тем более уходите. Не будете уходить, начнем уничтожать. И вот я вам уже говорю, уже там три группы. Ну, кто захочет жить в такой обстановке, правильно? Те, кто будет с оружием в руках воевать, их уничтожим. Те, кто хочет уехать, уезжайте. Нет проблем. А те, которые там останутся, они не будут такие разговоры вести. Они спокойно скажут, вот, давайте нам паспорта, мы принимаем ваши гражданства. И тогда для них будут созданы все условия. Вот эта политика кнута и пряника, эта политика зеркального подхода, это для чего я так подробно вам рассказываю, это вас ожидает в Крыму, и в Донбассе. Как вы должны будете реинтегрировать украинское общество, нормальных, которые там остались, которые всегда были с паспортом украинским, в сердце и крымских татар, и украинцев, и тех, которые пострадали, и коллаборантов, которые пошли на сделку, и преступников, которые, скорее всего, уедут оттуда. Понимаете? Вам нужно будет эти все процессы. Естественно, вы будете это делать на глазах у всего мира. За вами следить будут. Так же, как и за нами будут следить, да? Чтобы потом шум поднимать. Ну, когда, знаете, впереди уже политика отойдет, а вперед пойдет уже экономика, когда деньги заработают, посмотрите на Югославию. 30 лет назад там геноцид был. Вспомните, Сребрница и все остальное. А сейчас уже как будто к Финксу приходит. Посмотрите, кто там бузу заводит. Те, кто связаны с Кремлем. Сербия. Видите, да? Там это все вот как раз-таки между Косово и сербами. Вот это все. Кто вот крутит это? И кто здесь крутит? Тоже Кремль. Потому что там, где политика отходит, и когда идет вперед экономика, а в этой экономике нет российских интересов, нет российских денег, а приходит туда коллективный Запад, цивилизованный мир, или же друзья ваши. Вот в Азербайджане это однозначно друзья Азербайджана. Это Турция, это Израиль, это Пакистан в первую очередь. Те, кто сегодня Азербайджану помогал во время Второй Карабахской войны. Не воевать. Никто там не воевал за Азербайджан. Турецких солдат там не было, что бы они там ни говорили. Израильских солдат там не было. Пакистана там не было. Но то, что сделала Турция для Азербайджана, это однозначно. Это однозначно. В гадалки не ходить. Турция помогла создать вот эту армию. За 10-15 лет модернизировала. Генеральный штаб Турции обучил высший офицерский состав азербайджанских летчиков, штабистов, всех остальных. И модернизировали. Израиль, что все, что есть в Израиле, все это есть у Азербайджана. Как воюет спецназ Пакистана, это, знаете, весь во всем мире. И Пакистан еще ядерная держава. Когда все это есть, заметьте, я не назвал совершенно ни одного представителя коллективного Запада. Это Турция все-таки коллективный Запад. Член надо. Но это особое отношение с Азербайджаном. Другое дело дальше. Дальше вот точно так же. Все те, кто сегодня заинтересован здесь, мы равно удалены. Давайте мы будем с вами работать. Только первое. Сделайте так, чтобы тема была закрыта. Разно всегда. И мы видим, что они как будто двигаются в этом направлении. Кто сопротивляется? Москва. Это я вам рассказал предысторию того, что к Москве. И вот то, что сейчас произошло в Москве. Просто надо внимательно следить. Процесс не закончился. Процесс очень тяжелый. И Москва не смирилась. Москва просто играет по законам. Вот у нее есть все. Это как, знаете, в шахматах есть... Я люблю шахматные терминологии. Цунцванг. Есть такая терминология. Когда противник в сложной ситуации, и он делает вынужденные ходы. Потому что у него других ходов нет. И каждый его вынужденный ход еще больше ухудшает его позицию. Но он может эти ходы делать. Потому что только тогда, когда ему поставят мат, тогда партия прекращается. А партия еще не прекратилась. Он просто... Сложная ситуация. И он делает вынужденные пока ходы. Но рассчитывая на то, на авось, на Китай, на там Запад, который там пролоббирует что-нибудь, на БРИКС, на все что-то такое, да? На выборы в США. И где-то что-то, может быть, сработает. И, может быть, тогда я пока устаю, вот эту ситуацию выдержу, а потом дальше я начну. Самое главное, чтобы я был на ногах. Вот его политика. Он этой политикой давил на ту же Армению. Пожалуйста, не признавайте. Он же как раз-таки говорил о том, что тему Карабаха... Вот он регулярно, когда они в Москве встречаются, оставим на потом. Давайте мы сейчас откроем транспортные коммуникации, все, будем это делать. То есть то, что им нужно. Это им интересно. А тему Карабаха оставим на потом. Потому что если оставим на потом, значит, русские солдаты там останутся. До этого потом. Понимаете, они будут там постоянно стоять, как в Абхазии, в Приднестровье. То есть вот такого типа, да? А потом уже как рак на горе свистнет, да? Или, как говорится, Ишак умрет или Падишах умрет. Это их была тактика. Но тактика не срабатывает. Потому что вы поломали эту карту. Подчеркиваю, в первую очередь поломали вы. Поэтому именно вас азербайджанский народ весь поддерживает. Поэтому я каждый день у вас в эфире. Я хочу, помимо этого, чтобы вас поддержать, и не выдаю желаемое за действительное. Я вам покажу. Хочу вам показать, что я представляю весь азербайджанский народ. На самом деле, я имею моральное право вот себе это сказать. Потому что я вижу, как в Азербайджане сегодня относятся к вам. Вы посмотрите все средства массовой информации Азербайджана. Посмотрите, промониторьте выступления мои. Агиль Рустам Задея. Вы видите реакции, да? Агиль Рустам Задея тоже азербайджан. И мы выступаем на ваших каналах, не на российских каналах. И тем самым, я уже не говорю о том, что как официальный Баку с официальным Киевом работает. Это прекрасно знают лидеры двух стран. Придет время, это все будет расшифровано после войны. Потому что сегодня это тоже делать не надо. Потому что не надо дразнить гусей в такой ситуации. Потому что когда надо ездить, надо ездить в Москву, ездить надо в Брюссель, в Вашингтон. Это политика. Искусство возможного. Мы знаем прекрасно, что они хотят от нас. Но мы знаем, что нам нужно. И вот эта политика видите, дает кантузуле. Хотели признавать, нас хотели заставить, так же как вас. А сегодня уже они говорят о том, что да, это территория Азербайджана. Поэтому смотрите, изучайте этот опыт. И придет время, когда весь мир, и в России в том числе, скажут, что Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. И тогда наступит мир и в наших странах. Я в этом не сомневаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok